короче на всякий случай всем привет потому что если видео выложу в неправильном порядке то может получиться что не совпадет до этого мы снимали когда распаковывали кучу коробок искали клиентские заказы а теперь это как продолжение из того что мы уже вскрывали но на всякий случай всем привет до продолжение показываем осталась у нас одна коробка это все мои богатства вон рабочий процесс естественно мы так не оставим это все уберем сейчас разберемся с распаковкой все отснимем и порядочек сделаем скидывать лишние килограммы заниматься фигурой чем мне нравится этот коктейль это кстати самый мой любимый вкус 98 калорий в одной порции я пью два раза в день заменяю получается ранний завтрак и поздний ужин коктейлем одной упаковке раз я два раза в день пью мне хватает на неделю то есть 15 порций здесь вот значит здесь 53 процента белка антиоксиданты витамины минералы пищевые волокна мне очень нравится вкус этого коктейля клубничка здесь прям такие кусочки ягод будут встречаться ну и вот здесь можно на паузу поставить почитать сахара здесь нет глютена нет без гмо значит что дает коктейль бьюти эффект кожа становится более упругой разглаживается лучше выглядит более здоровая естественно комфортно худеть мне на вкус очень этот коктейль нравится я его разбавляю с холодной водой можно также добавлять молоко если кому-то нравится и некоторые даже на кефире делали вот дает еще бодрость заряд энергии уменьшает отеки и снижает тяжесть в желудке укрепляет иммунитет и уменьшает чувство голода по поводу кстати укрепления иммунитета у нас есть отдельно в компании эфиры там где выступает доктор медицинских наук и вот он там рассказывал что вот этот коктейль помогает даже восстановить организм после коронавируса потому что в нем куча разных много микроэлементов и витаминов да ну тут целая таблица пол таблицы менделеева в общем вот тут уж и пищевые волокна и пребиотик и чего тут только нет на самом деле очень полезная вкусняшка я называю ее да и кстати я заметила что когда я коктейль пью то я себя лучше чувствую ну то есть естественно там какое-то продолжительное время пью потом если его перестаю пить начинается какая-то сонливость такая появляться лень нападает а когда его пьешь там через какое-то время уже такая бодрость появляется еще отбивает хотение к сладкому лично у меня так это работает я когда начинаю его пить реже начинаю есть сладости меня почти не тянет тогда на сладкое вот ну еще что хотела добавить по поводу этого коктейля то что его можно разбавлять температура режим допускается до 60 градусов или выше 60 горячее уже нельзя поэтому вы можете начать от холодного до 60 я люблю такое ледяное я туда даже иногда лед кидаю нет я ледяное нет я обычно люблю комнатной температуры или же просто достаю там не знаю молоко заранее с холодильника оно постоит полчасика на столе и потом разбавляю я либо просто молоком либо молоко половина с водой но уже если заняться действительно чисто о фигуре думать если кто-то хочет похудеть то желательно просто на водичке тогда пить ну вот я пью на воде и кстати детям иногда тоже даю но половину порции детям моим больше двенадцати полную порцию разрешается 14 лет ну я больше двенадцати уже даю пол порции даю они прям с удовольствием да кайвай давай конечно давай 15 651 это клубничка у нас да мой самый любимый вкус ну теперь давай еще одна вкусняшка это у нас кофе кофе это я беру уже не первый раз прям подсела на кофе хотя я вообще не кофеман но по утрам надо взбодриться поэтому вот покупаю мне нравится кофе именно вот это сублимированное это у меня какое получилось называется добрый день у него фишка он не просто сублимированный растворимый да он еще с добавлением молотого легкая бодрость здесь артикул артикул где-то вот он вот он вот он вот он 16 049 95 грамм в одной упаковке в принципе хватает надолго а получается с добавлением молотого это значит когда мы кипяток наливаем в кружку до чуть-чуть на дне получается осадок но естественно вот этот молот кофе он придает какой-то такой терпкости да это у нас называется день а есть еще такая же упаковка только утро вот утро у нас как раз таки только растворимый но его не было сейчас акция на кофе и видно разобрали только вот это было поэтому я взяла его одну баночку маме отвезу это заказ от нее и 1 останется мне так это шампунь это шампунь я детям купила я уже аль серия у нас до мужская я уже ее покупала артикул 27 59 мне очень понравился здесь запах ну естественно очень понравился объем вот единственная я не помню там другой какой-то флакончик был по моему черный 380 миллилитров да да вот в общем черная бутылочка которая была у старшего сына начала появляться перхоть поэтому он и им перестал мыться а у младшего нормально поэтому от уменьшить да ну вот эту серую я брала нормально и у того и у другого в общем решили повторить мы это уже твой любимчик да ты уже его много раз моей распаковки видела средства для мытья посуды вот она очень хорошо бережно заботится о нашей коже вот у римы кожа такая восприимчивая ко всем этим компонентам поэтому этот это средство не отлично подходит она идет с депантенолом да и подходит для посуды даже ребеночку 0 плюс для новорожденных артикул 30 092 это вот моя самая любимая вот это и другой еще с миндалем идет вот так что постоянно именно вот эти два беру они мне больше всего нравятся эффективно очищает посуду от жира сохраняет и защищает чувствительную кожу рук рекомендован для детской посуды да и у него структура кремообразная ну это думаю видно бывает такой как прозрачный мне он не очень подходит за счет того что кремовая текстура он чуть-чуть хуже пенится но при этом все равно отлично моет и запаха нету такого какого-то ядрено насыщенного мне этим тоже нравится легкий легкий средств ни от каких они не сушатся и не шелушится кожа поэтому я их чередую сейчас у меня по моему которые лимон и соды что ли что-то такое что-то с содой помню больше всего мне не подошла упаковка черный уголь или как там активированный уголь или как-то так называется черная бутылка от нее у меня прям кожа трескалась да это у нас спрей двухфазный питательный для волос что как я его использую артикул у нас где-то здесь артикул должен быть вот он восемьдесят два 14 надолго его хватает он получается взбалтываем вот так вот бутылочку и потом распыляем на волосы я на мокрые волосы сразу после душа его наношу и потом волосы расчесываю с феном сушу укладываю дает хорошо прочесывает волосы вот и кстати этот же спрей я иногда даю племяннице если она ко мне в гости приходит допустим голову ей моем то ей сколько она третий четвертый класс не помню сколько ей лет волосы длинные чтобы не путались и легко можно было их посушить тоже вот этим спреем пользуюсь вместо детского все равно прекрасно помогает он питательный у него тут во внутри ценные масла поэтому он как бы питает волосы и естественно и придает такой живой здоровый блеск вот я его постоянно беру из него для волос по уходу за волосами салонки называется и вот у нас есть ценные масла называется серия а другая называется умный кератин это вот из которого как раз я беру розовая пшикалка у меня там она двухфазная тоже надо смешивать у меня как раз из серии умный кератин вот нам как-то санечкой это мы тоже пробовали хорошо но нам как-то с ней больше понравился умный кератин так что подбирайте под свои волосы да мне вот больше желтенький подошел дальше моем окна да окна моем убираем у меня пустых баночках всегда больше всего отгадай каких средства для унитаза средства для ванной и для окон короче я одно только знаю что намываю ванны унитаз окна а еще полы вот для полом у меня вообще больше всего средства расходы еще много бывает этих бутылочек кондиционер для белья а ну это уже стирка да у меня семья большая и у меня всегда большое количество бутылочек ну и вообще люблю эти кондиционеры в общем средства для зеркал как я его использую не знаю может быть потому что я сильно врезалась тут нечаянно в стул а может быть я не сильно высоко живу на четвертом этаже рядом есть дорога часто машины проезжают поэтому у меня пыль очень быстро садится причем садится на даже на вертикальной поверхности вот как на зеркала и шкаф у меня дома есть такой во всю стену от верха до низа от одной стены до другой то есть большая зеркальная стена выходит и вот ее чтобы помыть чисто просто этим средством не очень не нравится не совсем это пыль вся вот которая седает чуть-чуть убирается поэтому я что сначала делаю я развожу в ведре средства для мытья которая пола и поверхности вот она идет вот этой мыльной водой ну тряпку мочу мыльной этой водой сначала помыла все а потом уже вот этим средством шикаю и натираю там уже перчаткой вот так лучше зеркало вымывается разводов не остается и надолго хватает а если просто вот этим средством это детей когда где-то там чуть-чуть подлапали тут чуть-чуть подлапали я уже тогда их с тряпкой отдельно отправляю маленькая да и они просто тогда этим средством где надо там в одном где-то месте потёрли и все хорошо мне нравится что у него есть антизапотевающий эффект да кстати я это проверяла у меня бывает такое что в машине когда дождь идет или вот допустим зимой да стекла частенько потеют особенно лобовое как начнет потеть это жесть потом ничего не видно едешь поэтому я зимой вот этим специально средством пшикаю это лобовое стекло и снаружи и в машине потом вытирают либо тряпочка либо газеткой знаете по старинке да натираю и все и нормально спасает но уже не так сильно она потеет даже если перепад температур ну я в ванной все никак еще зеркало не повешу поэтому про ванную еще не могу сказать а и кстати для аллергиков она подходит люба наша которая в другом пункте выдачи люба не чай у татьяна тоже часто бывает на канале от этого средства у нее руки не чешутся ничего на них не высыпает а вот другие магазины и которые она покупала у нее на них бешеная аллергия руки покрываются прям сыпью поэтому аллергикам тоже подходит обращайте внимание так это у нас что это у нас гель для душа такой гель я ни разу не брала себе именно вот этот запах я имею ввиду а серию то брала нормальная у него кремовая текстура вкусненько сладенько пахнет я бы сказала давай зонюхни нормально мне нравится это у нас получается молочный протеин с овсяным молочком и молочными протеинами ухаживающий крем гель для душа гели для душа я люблю с кремовой текстурой тогда они мне не сушат кожу 87 64 артикул я думаю нормально зайдет потому что эта серия у меня в любимчиках я другие вкусные брала просто именно этот вкус взяла первый раз уже один заканчивается поэтому решила взять так ну это я просто по рекомендации татьяны взяла татьяна про нее даже лучше расскажет я еще ни разу не пользовалась артикул 2 и 3 четверки 24 44 кстати из этой серии я уже попробовала поласкиватель для полости рта который синенький у меня голубой да вот ну мне понравился нормально пользуюсь я в принципе получается чищу зубы а потом после зубной пасты еще дополнительно так прополаскиваю так как-то дольше сохраняется свежесть во рту ну и плюс да бывает такое у меня проблема как у тебя с деснами бывает кровоточат и помогает вот это средство как заживить их или как сказать да если вдруг какое-то до вас если где-то какое-то небольшое воспаление там отбывает или треснула чуть-чуть десна да помогает в общем этот ополаскиватель для рта мне понравился зубную пасту еще не пробовала и у меня были силы минералов и вот этот который идет там с травками забыла как он называется сейчас у меня который с травками оба мне нравятся я бываю так же как ты говоришь после зубной пасты полоская бывает допустим встала утром зубы почистила побежала позавтракала вот а потом мне надо бежать допустим фонд выдачи а я уже позавтракала и чтобы просвежить полосы рта я бегу быстренько полоская и ухожу из дома и у меня получается я иду по улице у меня все свежое я не парюсь что вдруг там что-то где-то у меня изо рта вдруг что-то кто-то почувствует у меня кстати у детей сейчас такой возраст когда еще продолжают молочные зубы выпадать выпадать только выпадают те которые уже большие вот эти толстые не передние туда дальше и как только зуб выпал сразу я их отправляю они у меня вот такими ополаскивателями во рту обязательно обрабатывают ну и потом минут 15 ничего и в рот не брать не пить не есть короче мы начали про зубную пасту понеслось понеслось как всегда у нас про ополаскиватели для полосы рта это зубная паста из той серии про которую мы говорим сейчас там по-моему там раньше было три пасты сейчас добавилось вот это живица кедра теперь хочется там четыре разновидности там тоже есть вот это сила минералов как у тебя ополаскиватель есть зубная паста как у меня ополаскиватель с травками есть легкое отбеливание нежное и вот это живица кедра все пасты хорошие все пробовала все хорошие хорошо чистят зубы то есть претензий к этой пасте у меня никакого нету вот и она тоже из кислородной серии то есть она еще и ухаживает за нашими деснами и за нашими зубками так что не смотрите на то что цена у нее небольшая на самом деле пасты действительно хорошие ну это у нас уход идет за лицо пудра для умывания я ее уже много раз была брала вернее значит артикул 10 грамм вот в одной упаковке артикул 78 83 давай откроем это я для себя для умывания я сначала умываюсь с пенкой потом скрабирую и дополнительно бывает еще вот эту пудру использую получается смотрите да вот мы ее высыпаем тут как порошочек такой вот буквально вот как татьяна насыпала буквально вот этого хватает чтобы на лицо нанести то есть мы на влажную руку только это дело чем ты его разбавляешь с водой просто просто мокрая рука просто мокрая рука я умылась пенкой потом поскрабировала потому что у меня кожа требует вот это все сало которое образуется в течение дня ну смыть кожа очень жирная и потом в конце скрабы еще вот этим потом трешь бывает да бывает просто после пенки но у меня такая необходимость ну а мне так зато я себя комфортно чувствую и потом никто и даже не догадывается что у меня кожа жирная на долго ее очень надолго хватает да буквально вот ну вот такой горсточки главное на мокрую руку это сделать и потом просто на лицо вот так наношу она же не скрабирует эта пудра она получается вот если есть прыщики если есть вот эти черные как черные точки да она получается как лечит кожу я прям чувствую что допустим где-то какое-то воспаление прыщик или что-то попало да и ты так вот прям потёп AIDS и она чуть-чуть мылится чуть мылится и прямо вот такое ощущение ну прям чувствую что как как заживает как чуть-чуть может быть где-то чуть-чуть где прыщик может чуть-чуть как пощипать в общем мне она очень нравится я ее не знаю или уже как Да, ты знаешь, она вот в эту серию, и еще она есть в серии с крестиком, Эксперт Фарма, который красненький. Вот, но принцип один и тот же, абсолютно то же самое. У меня такое чувство, что это просто переупаковка. Вот если у вас есть проблема, крышечка вот, смотрите, да, отсюда высыпается. Сейчас еще вот одну штуку расскажу. Если у вас проблема прыщей на лице, угри, черные точки, и если жирная кожа, вот это точно средство для вас. Если кожа сухая, не берите, оно вам не надо. Это вот для тех, как у меня. И для подростковой кожи такое тоже уже может подойти. 78-83 артикул. Обратите внимание, вот тут вот одна засада, которая мне не нравится. Узкие дырочки, и если вы будете прям ядренно-мокрой рукой, получается, насыпать себе, то вот сюда забивается влага. Либо плохо крышечку будете в ванной закрывать. Забивается влагой, тогда потом вот этот порошок уже плохо будет высыпаться. Поэтому я периодически, если там надо, иголочка хоп-хоп пробила, полотенчиком вытерла, и все, и нормально. Ну, то есть слежу просто за этой упаковкой, чтобы порошок вот этот хорошо сыпался. Ну, кстати, по запаху он чуть-чуть какой-то есть запах? Практически нету, практически никакого запаха нету. То есть она больше такая, как лечебная, что ли, вот так. Консистенция, правда, как пудра, это никаких скрабирующих веществ я не ощущаю. Нету, она не скрабирует. Она как мыльная пенка получается. Мы на руку нанесли, мокрую, и она как мыльная пенка. Вот смотри, пудра для умывания сочетает в себе глубокое очищение и увлажнение кожи. Ну, увлажнение я, честно говоря, от нее не чувствую, но очищение я чувствую. Подходит для чувствительной кожи. Способ применения. Небольшое количество пудры мокрой рукой, массажными круговыми движениями нанесите на лицо, избегая области вокруг глаз. Тщательно смойте, используя холодную воду утром и теплую в вечернее время. Используйте 3-4 раза в неделю. Ну, я примерно так и пользую. Прям по необходимости вообще смотрю. Так, артикул мы сказали. Уже 3 раза, я по-моему, сказала. 78-83. Так, ну и это опять у нас уход за лицом. Это крем для век. Очень мне эта серия нравится. Это что у меня? Global Oxygen. Артикул 57-92. Я не знаю уже, какую упаковку я беру. Уже, наверное, пятая. Восстанавливает нежную кожу век, уменьшает выраженность темных кругов и припухлость. И придает коже гладкость и сияние. Вот то, что я смогла прочитать. Что мне нравится в этом креме? Это эффект. У меня такое ощущение, что вот из всех кремов, которые я именно для век покупала в Faberlic, именно этот мне больше всего подошел. Вот эти мелкие-мелкие морщинки, которые у меня начинают появляться на лице, под глазами. Вот эти вот, как гусиные лапки, или как их называют, которые вот... И моргают мне, и моргают мне. Меня-то не видно, да, вот те. Ну, я прям чувствую, как они, это, меньше их становится. И я использую его, получается, вечером умылась уже после косметики, все, привела себя ко сну в порядок, да. Приготовилась. Да, приготовилась ко сну, и под глазами обязательно вот этим кремом намазала. С утра я встаю, иду, умываюсь, и мне прям вот как-то комфортно, когда я умываюсь под глазами. Не сухо, ничего, вот я прям чувствую, как там оно за ночь у меня уже напиталось. Вот, и, ну, действительно, мне нравится от него эффект. Хотя крем считается из, ну, недорогая серия. Это тоже кислородная косметика. Вот, в общем, он мне очень нравится, поэтому я в очередной раз его повторила. Мне нравится покупка в этой серии, она такая интересного такого цвета, и она такая, как бликует. Можно на подарок смело дарить, хорошая упаковка, и там полная серия по умыванию, по уходу. Прям очень такая достойная упаковка. Да, и, кстати, этот тюбик, в принципе, удобно такой выдавливать, прям до последней капли его. Это тоже мне нравится. Так, теперь мы стираем с фаберлика. Еще один любимчик наш. Да, порошок, это германская серия. Это любимчик моей мамы. 30.0.22. Ну, про порошок можно еще целое видео снять. Да, это можно начать и говорить для бесконечности. Проще просто показать, покрутить его. Самое главное, запомните, одна упаковка вот этого порошка заменяет 3 килограмма обычного порошка. Вот там у нас есть ложечка мерная. Я насыпаю, у меня машинка 7 килограмм, насыпаю я в мерную ложечку где-то 1 третью. Но это еще зависит от загрузки самого барабана. Полный барабан, если я... Если полный барабан напхала, я все равно не сильно много порошка кидаю. Где-то 1 третью ложки. Прекрасно все промывает, выстирывается, не остается. Знаете, бывает, порошок закинул и у тебя достаешь белье, а вроде как не выстирался. Нету, нету такого. Да, этот порошок не так сильно ядрено пенится, как другие магазины, но при этом он отлично все выстирывает. Легкий-легкий аромат будет у нас в стирке. Самое главное, что мне нравится. Я вообще не знаю, что такое. Знаете, вот зайдешь, бывает, в ванную комнату, а в машинке вот так вытащены эти... Ну вот, блин, как он называется? Вот этот вот... А, лоток, лоток, куда мы насыпаем стиральный порошок, открыт. Почему открыт у многих? Потому что он проветривается. Там часто скапливается то слизь, вот этот неприятный запах. От вот этого порошка ничего такого не происходит. Я просто где-то раз, наверное, в 2 месяца достаю тот лоток, просто его промываю в холодной воде. Ну, просто потому что надо помыть. И все. И ничего у меня там никогда не заванивается, и я никогда не проветриваю. У меня стирки бывают по 3-4 каждый день. По сути, получается, этот лоток постоянно мокрый, постоянно в ходу. Некоторые засыпают в барабан машины, машинки, прям в барабан порошок. Нет, я прям лотком пользуюсь. И кондиционер для белья туда заливаю, отбеливаю. Ну, короче, все средства, которые для стирки. При этом у меня проблемы этой нет. Ничего там не киснет, не кваснет. Кстати, вот ополаскиватели для белья, да? Ультра-кондиционеры наши. Как раз никакой вот этой слизи там не образуют. Да. Как бывает у конкурентов, конкурирующих марок из магазина. Не ухожу, едем дальше. В общем, все, порошок клевый, берем. Так, это ты кому? Это детям. Дети уже близятся к этому возрасту, когда начинают потеть подмышками. 36,00. Учу их, чтобы ногти были в порядке, обувь в порядке, уши в порядке. И чтобы не воняло потом. Да, это у нас есть такая серия ванде-авантюр. Есть парфюм такой. И к нему там целая уходовая серия для мужчин. Да, ну и вот этот дезодорант, у него получается более такой из всех дезиков, которые у нас есть. Это спрей. Он самый-самый легкий. Поэтому им подходит. Так что вот я их приучаю каждый раз после душа пользоваться. Ну, у нас что-то заговорили про ароматы. О, решила я себе, да, себе заказать. Открыватели не надо. И давайте покажем все это у вас. Давай, сейчас артикул вот он. 30-31. Вот он у нас на витрине, чтобы нам не открывать. Да, это он же. Вот так выглядит упаковка, такая интересная. На этот парфюм сейчас идет акция. Он что-то там вообще копейки стоит. Очень мне понравился. Необычный аромат. Особенно необычный для меня. Я как-то раньше к таким ароматам вообще никак. А тут меня что-то на него потянуло. На моей коже прям раскрылся приятно. Мы открыли его по-новому, скажем так. Я к нему тоже раньше относилась как-то так. Вот для меня он был каким-то тяжеловатым. Вот. А сейчас мы тут проводим эксперименты. И нам там пшики. А давай сегодня вот этим. А давай сегодня вот этим. И мы пшикнули им вместе с Риммой. И неожиданно открыли для себя его с лучшей стороны. Вот он действительно, когда открывается через 20-30 минут на теле, совершенно по-другому играет. И нотки, которые первые, они уже улетучиваются. А дополнительные нотки открываются в коже. И он вот совсем по-другому звучит. Не так, как если сразу пшикать и по ним будет. Вот я его даже не могу сказать. Он и не приторно-сладкий. Он и не свежий. Он какой-то немножко как терпкий или пряный. Ну да, там у него намешаны такие нотки. Он так фруктово-древесно-пряный, скажем так. В общем, интересный аромат. Фруктовый, а там у него присутствует и древесная, и пряность. И он такой прям насыщенно-богатенький получается аромат. В этом каталоге он вообще что-то там копейки стоит. Я, кстати, неожиданно для себя открыла еще один аромат. Вот этот и из... Ой. Шатоу де ла луар. Который вообще раньше мне не нравился совсем никак. Так, теперь я бы на него подсела, что называется. И сейчас я им прыскаюсь. Да, и на коже Татьяны я его даже не узнала. Вообще не угадала, чем она... И очень была удивлена, потому что раньше он мне вообще не нравился никак. Вот вообще, от слова совсем. А сейчас я вот им прыскаюсь, с удовольствием причем. У него почти нет никакой сладости. Где-то какая-то легкая-легкая, но она потом открывается. Поэтому лучше парфюмы тестировать. Тестировать можно. Вот на ленточку мы вам можем напшикать. Да, можем еще вон... Наготовили вам розочек. На розочку можем. Ну ладно, не расскажешь все секреты. Ладно, не буду. Потом расскажем. И, конечно же, можно на кожу прийти. У нас протестировать. Попробовать, поносить. Понравится, не понравится. И потом уже тогда только покупать полноценную версию. Да, блур-давай теперь еще. Тени. Ой, моя любовь. Я обожаю косметику. Артикул Глэм Тим. Да, это розовая палитра. А у нас на стенде тоже розовая? Да. Так, артикул 5738. Я до этого, значит, покупала подобную палетку, только там была наборные тени. Принцип по качеству у них похожий. Мне нравятся матовые тени. Вот, Татьяна принесла тестер. Давай попробуем каждый этот. Слушай, мы с тобой даже все дополнительные не включили. Сейчас включим. Представляешь? Не говори, так увлеклись. Опять фаберликнулись. Да не вообще, уже крыша едет. Вот у нас такой тестер есть. Это самый светлый. Они очень хорошо тушуются. Между собой легко соединяются. И прям такая универсальная получается палитра. Мне кажется, абсолютно на любой тип кожи, под любой цвет глаз, приятно будет сделать макияж. Вот, причем полностью вот этой всей палетки хватает, чтобы, ну, давай вот так вот соединить. Ну, подожди, сейчас темный надо. А, давай. Вот, смотрите. Да, темный он такой более как к черному идет, да? Кстати, бровки я тоже им покажу. Последним, да? Вот этим. А, ну ты светлая, да. Ну, и вот. Все без, все матовые. Да, ну, даже не сатиновые. Все матовые. Очень мне они нравятся. Ну, они такие какие-то, они вроде как и матовые, но все равно у них какой-то присутствует легкий, как, не знаю, как даже сказать, какая-то гладкость такая. То есть не просто оно как пудрой ложится, а как-то так, даже не знаю, как объяснить. Вот как-то настолько гладко вот таким слоем. Бархатисто как-то они ложатся. Да, это просто красиво получается. Дорого выглядят. Мне очень нравится макияж с этой палеткой. Ну, и мы заодно пойдем сразу салфеточками. Вытрем руки. Вот, есть такие у нас детские салфетки. Мы вот их используем для таких целей. Еще что-то я хотела про эту палетку сказать. И у меня вылетело из головы. А, то, что у нее такая немножко как кремовая текстура, они не пылят. Нет, не пылят, да. Не пылят. Ну, не совсем кремовые, но они такие, знаете, бывают прям сыпучие-сыпучие. Они не тремовые, но настолько мелко и хорошо, как это правильно сказать, плотно, как сказать, упакована в ячейку. Вот так потом, когда набираешь, она также потом плотно и ложится на века. То есть она не рассыпается, не ложится какими-то полянами. То есть она вот хорошо именно наносится. И в течение дня хорошо носится, не стирается, ничего. В общем, однозначно эту палетку рекомендую. Кстати, для меня было открытие. Я буквально вчера нашла случайно видео профессионального визажиста, который тестировал косметику разных вот сетевых компаний. И вот там была как раз вот эта палетка. И он ее прям нахваливал, что очень ему понравилось. Хотя пользуется и работает на дорогих брендах. Ну, вот решил такое видео с тестом делать. А вот, артикл 57-38. Да, я его уже называла. Вот, в общем, берем... А, кстати, она и называется, смотрите, палетка для век и для бровей. Вот, клевая. В общем, это для тех, кто любит именно матовые тени. Да, это я люблю. Так, это у нас следующий каталог уже. Да, в каталоге, как обычно, у нас куча-куча всего. Это чек. Еще вот у нас интересная новинка. Да, это ковшик, графин. Как его правильно назвать? Дети у меня любят компот. Я не покупаю всякие вот эти напитки газированные. Что значит вживую, а не в каталоге увидела, да? Вот, в общем, долго я на него смотрела. Покупать, не покупать. Здесь 1,8 литра. Высота 22 сантиметра. Ручка толстая. Слушай, я думала, он будет как-то потоньше. Он такой прям добротный. Да, добротный, да. А самое главное, это экологически чистая же посуда. Угу. Из пшеничного волокна. Вот так внутри выглядит. Вот так вот крышечка. Выглядит, смотрите. Вот, короче, не договорила. Компот варю, и потом надо же из кастрюльки его куда-то разлить и в холодильник убрать. Раньше я просто с этими бутылками мучилась. Мучилась, знаете, там из тут кока-колы вот такой. Решила уже по-человечески, в какой-то графинчик. Вот, кстати, для слива ягодки, если вдруг попадутся. Да, вот здесь они... Если с ягодками, то тогда вот с этой стороны дырочкой. Да, раз. А если просто водичка, то можно и вот этой. Да. Ну, прикольно. Блин, я тоже теперь себе такое захожу. Все, мне осталось теперь проверить, подойдет он мне по размеру. Я померила на полочку, не очень удобно мне будет ставить, а вот, может быть, на дверцу. Мне надо будет померить. Вот. В общем, короче, я однозначно оставлю. Это я думала, понравится, не понравится. Оставлю однозначно. Мы заговорили про посуду. Да, есть у меня... Здесь, получается, у меня три тарелки. Они абсолютно одинаковые. Просто... Слушай, я у тебя каши-то порву из клиентского заказа опять остался. Как это? Подожди, я что, их два заказала? Наверное, два было. А, или надо было два. В общем, ладно. Это... Короче, это из клиентского заказа. Это да. Мы уже про него рассказывали в предыдущем видео. Да. А тут у тебя все одинаковое? Да. Все три тарелки, они одинаковые. Ну, давай, мы одну раскроем. Давай, пока ты раскрываешь, я покажу артику. Это у нас серия 910072. Салатник малый он называется. Серия уже давно. Сейчас на нее скидка. Что-то там вообще прям смешных цен стоит. Я давно на эту посуду смотрела. Она мне очень нравилась. У меня белая кухня. Вот. И я прям заглядывала. Слушай, клевое дно. Стой. Фаберлик. Хоум. Написано. Вот это что у нас? Ни скол? Через камеру. Нет, это затереть надо. А, ну это, которое вот это внизу, поняли? Такая шероховатость, чтобы тарелка не ездила по этому. Но она, так скажем, не прямо чисто белая кипельная. Она такая какое-то как... Кремово-молочная. Кремово-молочная, да? Что-то как такое вот. Ну, интересно, такое оформление. Вот здесь, смотрите, получается как фактура здесь такая. Фактура луны. Повторяется. Интересно. А внутри просто гладкая. Вот, я планирую эту тарелку использовать как для супа, вот, ну, для такого. Да, кстати, удобно. Для какого-то жидкого. Больше мне нравится в таком формате, чем когда вот эти большие тарелки, они будут низкие, да? Ну, как-то много места занимают. Мне вот таких нравится. Ой, это антистресс для моих детей. Ну, это не только для детей. Может, вручать. Вот, в общем, тоже думала, понравится, не понравится. Уже так сейчас вижу, нормально. Оставлю. Мне понравится. Да. Оставлю однозначно. Так, еще тут у нас что? Еще тут у нас сумочка. Это можно раскрыть. Подожди, давай, артикул. Артикул. Бим-бим. Где же он? Вот он. 6,00796. Размер 28 или 48. Это с ручками, наверное, 10 на 35 сантиметров. Открывай. Это сумка Шоппер. Это новинка. Она как только появилась, что-то ее быстро разгребли. Это вот уже следующая поставка. Это я ее взяла маме, чтобы она в магазин ходила. Они с какими-то там пакетиками столетними, зачуханными. Ну, мне единственное, что не нравится в этих супах, потому что у них длинноватые ручки. Ей как раз наоборот это удобно. Для меня она коротконогая, рост у меня маленький. И мне бы хотелось, чтобы, наверное, что-то вот так вот было бы. Чуть-чуть повыше. Ну, она на плечо одевает. Вот так. На плече может быть не очень. Для плеча, наверное, нормально. Ну, она на плече носит, поэтому вот так. Я ей, кстати, до этого дарила другую фаберликовскую сумку. Ну, вот это будет еще. А у нас она периодически появляется там с разными рисунками. Да. Получается, она сделана из плотного такого хлопка. Ой, даже не знаю, как это ткань называть. Слушай, может тут написано. Чем-то как на брезент похожее. Но не брезент. Наверное, не брезент, конечно. Ну, это хлопок однозначно. Рисунок у нас нанесен. Видите, с внутренней стороны его нет. Он нанесен здесь. Чуть-чуть как прорезинный такой. Ручки у нас идут с усилением. Вот видите, крестиком прошиты. Так у нас внутри они выглядят. Вот. В принципе, клевая сумочка. Ну, для покупок. Или для пляжа. Стоит там что-то. Да, кстати, нужно для пляжа. Кто куда берет. Кто берет специально для пляжа. Ну, а кто берет, кто ходит затариваться. Кто покупает много продуктов. Тому удобно тоже ходить, чтобы с кульками не таскаться. И кульки вечно телянки рвутся. В общем, она однозначно, мама моя, обрадуется. Вот. Переходим еще к этому интересному моменту. Это эта же коллекция получается. Это скатерть. Немножечко сейчас мы тут разгребемся. Меня зацепил вот этот орнамент, или как его сказать, вот этот рисунок. Подходит мне под обои. Да, у нее на стенах-то точно такой же рисунок. Да, такого же цвета. Ну, не точно. Немножко он там другой. Там как шеврон идет. Здесь немножко по-другому пересечения. Это у меня в комнате такие обои. Но я люблю, когда... Наверное, всю не будем ее вытаскивать, раскрывать. Ко мне домой зайдем. Чай пизди. Я тебе постелю. Посмотришь. Как раз примерим. Ну, так она уже довольно плотноватая. Угу. Я уже в упаковке поняла, что она мне понравится. Кстати, у нее есть какое-то напыление. У нее такое качество. У нее, наверное, даже не будет катышков. Да, не будет катышков. И если вдруг разлили чай или что-то, он не пропитается на внутреннюю сторону. Так, а что тут у нас написано-то? Очень мне нравится. Я уже вижу, что точно я ее захочу оседать. Размер 145 на 220. Угу. 100% полиэстер с фолдоотталкивающей пропиткой. Обманула нехлопок, простите. Вот. 100% водоотталкивающий полиэстер. В общем, 91.03.99 артикул. Очень мне понравился. И рисунок такой классный. Мне под кухню подойдет. Вот я однозначно оставлю. Но мы сделаем вставочку с примеркой на стол. Наверное, уже в отдельном видео, потому что здесь мы уже наболтали. И как всегда. Стой только на чате понеслось. То туда отвлеклись, то всегда отвлеклись. И как всегда. Майкните нам в комментариях, как вам нравятся наши видео. Либо вы хотите более короткий формат. Или же вам нравятся вот такие болталки. Да, было бы неплохо, если бы вы нам что-нибудь написали. Да, не забудьте лайк поставить обязательно. Подписаться, если вы еще не подписаны. И нажать на колокольчик. Да, ну это было бы вообще замечательно. Ну, все, пока. Мы пошли работать дальше. Продолжение следует...